Сейчас просто нереальная жара, можно застрелиться от того, как жарко, поэтому мы спрятались в стенёчек и решили зайти в прямой эфир. Не поехали мы сегодня искать дельфинов, потому что проспали, но поедем завтра, слава богу, нас перезаписали. Вот. Как-то так, это из новостей. Ещё мне очень начало першить горло, из-за того, что мы постоянно здесь с кондиционером спим, и оно очень сильно пересушивает горло, просто нереально. А ещё сегодня первый день, как я уже захотел домой. Да? Ещё вчера я прям вообще не хотел. А сегодня уже думаю, что... А сколько нам ещё осталось дней? Ну, два дня на самом деле, вообще мало. Сегодня ещё плюс два полных. Ну, это нормально. Ну, и на четвёртый, ну, как бы уже на третий уезжаем. Вот, может, нам надо просто на развлечение начать ходить? Ну, так мы же завтра идём развлечиваться с дельфинами. Так, нет, у нас же целый граффит, у нас здесь йога, развлекательные игры с трёх до шестёр. А, нет, такая дичь, это нет, это не по мне. Покажи, звать. Куда мне показывай, вы рака видели вообще красного? Покажи, как ты сгорел. Ваня сегодня лежал полдня. Очень сильно жарил. На этой нашей кушеточке и просто сгорел. Так, ребят, не шлите так много смайликов, пожалуйста. Мне такое не нравится. Короче, да, я допустил огромную ошибку в том, что не намазался. Я сразу всегда выходил, мазался и потом вообще пошёл купаться и так дальше. А сегодня не помазался. Думал, ну, я уже подзагорел, уже типа нельзя, да могу и покупаться и так. И всё, это была фаталити просто вообще. Привет, всем привет, кто присоединился. Вот, ну, как-то так, да. Ваня намазала пантенолом в итоге. И сказала, что не пущу купаться без футбола. Ну, я по этому поводу не сильно парюсь. Почему? Потому что у меня тело нормально к этому всему относится. Ну, вот, у тебя сегодня ночью будет знобить. Так, саписпортивка, конечно. Надеюсь, не будет. Расскажите ваше впечатление об отеле. Нам очень нравится отель. Нам не с чем сравнивать, потому что мы впервые на Мальдивах. Но здесь была моя знакомая. И она сказала, ну, не сказала, я знаю, что она на Мальдивах не впервые. И она сказала, что это один из лучших отелей, где она была. Она уже была на Мальдивах там несколько раз. Вот, поэтому, так как мы не имеем возможности сравнивать ни с чем, нам очень нравится. Здесь классный персонал. Очень такой, знаете, учтивый, да, ненапряжный. Очень такие они все, ну, воспитанные. Нет такого, что, знаете, они совсем где-то там в своем мире. А здесь, ну, в принципе, вообще хороший сервис там, ресторане. Хорошая кухня очень, что немаловажно. Каждый день меняется кухня. Страна меняется там. Вчера была у нас тайская кухня. До этого там была средиземноморская, мексиканская, итальянская. И так дальше. Сегодня у нас... Самая отстала, это мальдивская была кухня. Да, мальдивская кухня один день была. Но она реально так себе. Отстающая немножко. Потому что они едят все безумно острое, либо карри. Ну, что особенного вообще у них, да. И ты, типа, такой, у них все карри или супер острый там тунец. А конфетки у них ярые, как ярые. А конфетки у них супер натуральные. ПП какие-то. ПП, да. Десерты. Вот, поэтому, ну, так себе было, честно говоря. Ну, прикольно, что мы это попробовали. Там же были разные национальные... Да, Таня суп ела их, не национальный. Ну, у них все национальные... Он ко мне подошел шеф-повар и начал рассказывать об их национальной кухне. Он такой говорит, о, вы, типа, любите спайси? Я такая говорю, ну, как бы да, но я... Ну, не совсем. Люблю спайси, но на такой спайси я не рассчитывала, честно говоря. Расскажите про интернет на могиле. Ой, шикарный здесь у нас интернет. Хороший Wi-Fi. Я с дуру даже купил сим-карту еще, на всякий случай, потому что мало ли. Да, мы купили сим-карту, потратили 30 долларов. И она нам даже не пригодилась, потому что это единственный отдых, где вообще интернет в любой точке шикарный. Летает, да? Да. Вот. В США не собираетесь. Хотели бы, конечно, поехать, но там визы нужны. Это проблема. Мы еще пока не подавались на визу. Точнее, мы записаны уже на собеседование на март, по-моему. Говорят, интернет дорогой. Ну, 30 долларов вышла сим-карта на 17 гигабайт. Ну, в принципе, это как и в Европе где-то плюс-минус. Не, ну, это да. При условии, что ты покупаешь местную сим-карту. Это на 14 дней у тебя такая сим-карта. А так, если сидеть со своего 3G, типа, в роуминге, то, конечно... Ну, да, там очень дорого. Да, я помню, мне позвонил какой-то, типа, доставка какая-то. Я что-то сбуру взяла трубку. Нет, так это роминг, а интернет... Ну, так же, как вот, подожди, вот, они везде одинаковый интернет, по идее. Там 100 гигабайт, 100 мегабайт там сколько-то гривен, не помню. А ну, на самом деле, Таня будет разыгрываться для айфона. Ой, мы скоро готовим другой розыгрыш. Вы будете в шоке, честно. Но об этом чуть позже. Кто фотографирует вас на море вдвоем? У нас, на самом деле, только одна совместная фотка. Вот, я сейчас вам покажу, кто фотографирует нас вдвоем. Вот этот! Молодой человек! Это Ванин произведение искусства. Он купил такую треногу, она безумно дорогая. Она какая-то супер, там, оригинальная, профессиональная. Хотя, можно было бы, наверное, какую-то китайскую купить и вообще не париться. Но Ваня решила, что она именно такая нужна. Потому что она выдержит любую веса, там, до 10 килограмм. А у нас очень тяжелый фотик. Как можно быть такой худой? Вы же все, идите. Но я не тогда уж и худая, это вам так кажется. У меня... Ну, вот такие популярности нормальные. Я вот чувствую, что сегодняшний день пошел. Уже все, я нормально поправился. Я по рисам не поправилась. Я сегодня взвешивалась, ну так, может, там, пару грамм. Типа 100-200 грамм, может, 300. Все спрашивают только один вопрос, очень часто. Сколько стоит, сколько стоит, сколько стоит. Отдых на Мальдивах стоит? Да. Я просто не вижу. Да. Все зависит от сезонности, да, там? От сезонности. И от отеля. И от отеля, да. Поэтому, в принципе, можно идти на букинг. И еще от категории вашего номера. Потому что есть обычный номер, есть там вилла на пляже, есть вилла на море, есть вилла еще такая. Это с таким видом, с таким видом. Очень много вот этих разных моментов, которые реально влияют на стоимость. Плюс еще питание. Берешь ты питание, там, только завтраки с ужинами, без ужина. Ну, очень много вот этого факторов. Мне еще кажется, знаешь, что влияет? А, не то, что влияет, а что для нас стало открытием. Но мы планировали примерно бюджет. И потом мы смотрели на букинги цены. Оказывается, там очень большой налог. И все цены указаны без него, без учета этого налога. И мы такие, типа, о, ну так нормально еще, почти как Бали, там бюджетников, там Бали, все другие страны, у них нет этого налога. И потом проценты еще 25 или 30, это налог. И ты такой, бляха, муха, это еще дорога. Тут вообще налог есть на, типа, как бы на туриста. И ты вот любой даже купил бутылку воды. И тебе надо заплатить, например, там, 5 долларов за бутылку воды и доллар за налог. Ну, вот, как бы, такая вот архитметика. И очень странно еще тут, знаете, что сюда нельзя ввозить алкоголь. Мы тебе как думали? Вообще, да. Ну, теперь какой-то там Бейлис, там, какой-то винишко, может быть, вкусненькое. Только вот тут можно. И мы такие пришли, мы нашли, кстати, еще такой классный Бейлис, Лимитит Эдишина, с клубникой. Я думала, блин, я просто люблю, вот, если алкоголь, то что такое вкусненькое. Ликеры сладенькие, Таня любит. Вот, и она говорит, нет, типа, на Мале нельзя. Это реально жесткий факап. Ну, мы просто о нем не знали. Почему? Потому что, ну, блин, тут дорогое все реально. И привезти с собой там бутылку или 2, например, алкоголя, это, типа, было бы идеально. Ну, если вы пьете. А тут нельзя, надо покупать. Специально так сделано. Еще и плюс нового. Да, кстати. Ну, мы такие с тобой... Да, ну, мы вообще не пьющие люди, так что нам, в принципе, пофиг. Это вы так взяли, типа, на всякий случай, может быть, ребенок отметить. А есть люди, у нас бутылка шампанского стоит, до сих пор не выпьет. А, да, нам отель подарил бутылку шампанского, мы до сих пор ее не открыли даже. Да. Хотя первые дни у меня было настроение открыть шампанин, но что-то не срослось. Что-то пошло не так. Вообще с Ваней редко где-то, по-моему, мы можем выпить, если уже есть какая-то обстановочка такая, располагающая под это все. Дорого, если самим там питаться. Да, дорого, будет очень дорого. Тут, в чем прикол, тут, понимаете, они все монополисты. Ты, как бы, остров, это есть отель, и тебе нет выбора, нет конкуренции, куда пойти, там, в одно заведение, в другое, в третье. Ты обязан питаться только у них, но, соответственно, они ставят цены, как бы, ну, такие нормальные. Как хотят? Просто как-то. Пицца здесь для сравнения стоит 30 долларов, плюс вот эти все налоги. Она выходит, там, аля, 35, там, 34. За пиццу обычную, которую в колоке дают, там, сколько хочешь, и без. Ну, она, типа, да, и, как бы, не знаю, все так прям уже. Салат стоит 20. Ну, как, вот, как где-то в Париже, в хорошем кафе. Да, дороговато, на самом деле, оно, просто, мне кажется, на кафе. Если нет, это пицца отдельно, потом еще картошка фри тоже стоит день. Ну, ну, все, карикола стоит, там, 6-7 екатер. Ну, да, да, ну, 50 долларов, в принципе, на одного покушать можно. Да, ну, в принципе. Это пообедать, поужинать, там, будет 100, наверное, 80, 90 долларов на одного. На двоих, там, x2. Поэтому надо просто с этим, сколько раз будете кушать день, там, умножить эту цифру и смотреть, как вам выгодней. Видно, что Таня экономически закончила, согласитесь, она сразу вот это вот. Нет, просто почему классно купить сразу питание, допустим, ужины, потому что ты приходишь, у тебя там безлимит. Что хочешь, что берешь, прикольно. Мне кажется. Я, например, такая, что люблю всего по чуть-чуть. Ну, есть, кстати, отели некоторые, которые здесь на all-inclusive тоже. Ну, это мало таких отелей. Мало отелей, да, мало, но есть. Это такие, типа, турецкого типа, да, есть. Мы когда выбирали, видели, как он еще назвать, он очень популярный. Видели, да, и там, в принципе, тоже. Кто любит много пики есть, то им туда. Ну, это прикольно, кстати, да, такая Турция на Мальдивах. Угу. Сколько, как ты похудел на 40 килограмм, сложно ли тебе было? Ты разве на 40 похудел? Ну, чуть-чуть преувеличено, там, 30, там, 30 с хвостиком. Но, ну, да, конечно, там, не ел углеводы, урезал углеводы. И мало стал кушать, но калорийность начал соблюдать. Самое главное, надо понимать, сколько вы потребляете калорий. Вот у вас, у каждого человека есть, да, расход своих калорий. Безю, вот, расход твоих калорий, как бы, да, вот, вы там, даже если ты лежишь на диване, у тебя там растут ногти, волосы, там, ресницы и так далее, на это все тратится энергия какая-то. Вот, когда ты полностью точно знаешь, сколько ты тратишь, плюс твои активные калории, там, да, и вот ты вот понимаешь, например, там, полторы тысячи в день ты тратишь просто то, что ты там ходишь на работу, например, и лежишь на диване вечером. Соответственно, тебе надо, чтобы похудеть, тебе надо тысячу четыреста есть, тысячу триста, чтобы был у тебя 200 калорий дефицит. Ну, вот и все, я всегда делал дефицит, старался делать в организме и все. По сути, если так подумать, то ты можешь даже шоколадки есть, но если ты... Ну, это так, да, это, как бы, плохо для организма, ты ничего полезного, ничего не будешь получать, но если ты, в принципе, за один день, за целый день съел, там, две плитки шоколада, они, там, например, тысячу сто калорий будут. Или одно, типа, меню Макдональдса. Ну, типа, да, ну, это просто пленово для организма, и ты все равно будешь голодный, это, ну, меню за целый день. Ну, как бы, да, вот, самое главное, чтобы делать дефицит. А потом пишешь заголовки, похудел на Макдональдсе на 40 килограмм, знаешь, какие-то такие, для рекламы. А меня там спрашивали, в каком университете я училась. Я училась в Шевченко. Ну, когда это было уже, боже мой. Я училась в Шевченко и на экономическом вкультете. Спрашиваю, тут, где лучше на Бали или на Мальдивах. Мы не были на Бали, поэтому нам не с чем тоже, опять-таки, сравнивать. Но мне не очень так прям хочется на Бали, я вам так признаюсь, как есть. Разве что с компанией друзей. Мне кажется, там здорово приехать, снять огромную виллу и прям тусоваться, когда вас много. Вот это прям круто. И так, я хочу обязательно, я уверена, мы так поедем когда-то. А так, что подвоем, качество романтического отдыха, ну, не совсем. Ну, оно тоже может быть, ну, как бы, тоже может быть. Как будто, может, зайдет, я уверена, но не в нам. Почему бы и нет? Мальдивы говорят скучно. Это не... Ну, я же вам говорю, если вы любите каждую пятницу выходите в клуб, и вы любите тусовочную ночную жизнь, да, и так дальше, то да, вам, может быть, и будет и скучновато здесь. В Турцию в Адамееве. О, да, это как бы, ну, совсем другого уровня и другой отдых, понимаете? Это как, ну, его нельзя... Это сразу же сравнивать спортивную Феррари, например, да, и Роллс-Ройс. Ну, типа, он не... Роллс-Ройс не будет быстро ехать, так как Феррари, например. Ну, блин, ну, это два разных уровня. Не, а тут именно в плане экскурсий. Тут же особо... Ну, смотрите, тут из таких... Ну, экскурсии есть какие-то, что там, дайвингом можно заниматься, там, снорклингом каким-то там, еще чем-то. Водный мир такой, да, можно познавать. Мы брали эти каяки, лодочки, тоже ходили, купались тут. Можно ездить. Тут, в принципе, такой немаленький список экскурсий. Вот мы едем над дельфином и, соответственно, снорклинг. Я не знаю, как... Я ж умру там, наверное. Ой, да. Прежде меня это страшно. Вот, это так. На Мальдивы, да, наверное, надо лететь, когда ты хочешь просто релакснуть, по кайфу. Вот мы просто любим такой отдых. Для нас это прям отрада. Вот, а если ты так супер активно любишь, где-то только ездить, такой не останавливаться. Да, если... Ран такой. Это не важно. Утром, в 6 утра встал, портфейл, ика нацепил, и пошел там на гору сбросить. Поползла, ты б... За горизонт такой. Тогда, да, тогда, наверное, не спешива. Да, это не твое, точно. Хотя можно здесь брать водные мотоциклы и езжать вон, исследовать соседние острова. Что, прикольно, мне кажется. Просто мы, типа, такие с Ваней, что мы немного не поедем. Да, ты там все равно ничего не увидишь. Самый прикол в том, что ты, типа, все равно там ничего не увидишь. Такого супер классно. Потому что на эти экскурсии, выставленные из пальца, то... Короче. Который у нас сейчас. У нас сейчас 15-20. Плюс 4 часа. Плюс еще один час. Потому что на нашем острове они просто так себе решили, что им надо еще плюс один час от Мале. Не знаю, почему. Решили. Таня, а сколько у вас был вес? 19-20 лет. Такое же примерно. Не, был у меня период... 48 килограмм, я помню. Таня вот сюда весила. А, помнишь, как я 54 весила в 20 где-то? А, да. Таня один... Мы как раз были в Болгарии в том моменте. Не в Болгарии. Мы были в Испании. А, или в Испании. Да, в Испании. Короче. И Таня, да, немножко так подъела бургеры. Ну, не знаю, 54 ты раз не была? Ровно 54. Это мой самый... Ну, да. Танечка такая набрала немного. Но потом как-то оно самой ушло. Ну, как-то... Не, ну ты чуть-чуть начала, по-моему... Ну, я там ходила, начала ходить... Таня просто перестала есть Макдональдс, и все нормально. Я один момент очень сильно расслабилась, и я там могла съедать огромную пачку семечек вечером. Просто. Или там каких-то чипсов. Да, вот эти семечки Танины, это ее зло. Эти перекусы. Она аж съедает эту пачку семечек, а там, ну, это все равно, чтобы плитку шоколада съесть, как минимум. Что-то калорий. Минимум, да. И как-то я так расслабилась, там, какие-то Макдональдсы, как это такое, уже такая вредная еда у меня была, и реально поправилась на этой почве. Но мне еще кажется, у меня какой-то гормональный... Кстати, все говорят, что страх уходит, так что ты можешь там спокойно... Да, при дайвинге, ой, не знаю. Я сказала Ване так, я пробую, а дальше... Да, она говорит... Мне будет очень страшно, меня никто не трогает. Я сижу на лодочке. Да, мне 25 лет, Ване 26 лет. Я 94-го года. 93-го. Классная инфа. Давай, рост, вес. Так, страшно. Как ты развивала свой блог, как набрала, сколько стоит, как набрала, сколько подписчиков? Ну, я очень давно уже развиваюсь в Инстаграме, просто веду Инстаграм. Я его, скажем так, не особо-то целенаправленно развивала, но очень давно просто его веду. Вот, а сейчас уже, ну вот, вы видите, да, что часто там блогеры устраивают между собой конкурсы. Это, конечно, взаимный обмен аудитории идет, но, естественно, мы разыграем все это, то есть вкладывается определенная сумма денег. Если мы хотим разыграть там 10 айфонов, то, грубо говоря, каждый должен со своего кошелька пойти купить айфон и его подарить, потому что по-другому это не работает. Это как бы стоит определенных стресс, но, естественно, идет обмен аудиторией. Сейчас развивать блог органически тяжело, нужно вкладывать, нужно покупать, ну, интересным контентом очень тяжело будет развивать блог. Сейчас просто такие алгоритмы в Инстаграме, что у вас просто маленькая вероятность, что увидит большое количество людей. Если когда-то как было, ты грузишь классный контент, там, поучаствовал в СФС у какого-то известного блогера, или просто вышел в интересное, потому что ты сделал реально классную фотку, или тебя какая-то группка репостнула, ты уже, типа, тебе сыпутся подписчики. Сейчас уже так не работает. Сейчас даже, ну, кто связан с этим, смотрите вашу статистику. Ну, раздел из интересного, там, у некоторых вообще его нет, у меня вот бывает такое, что у меня вообще нет раздела интересного, а бывает там 3-4 тысячи, а когда-то это могло быть там 300 тысяч с интересного у меня. определенных средств, определенных знаний, вот. Так вот просто, типа, решили себе, я хочу быть блогером, ну, этого мало, нужно в этом, так сказать, плавать, развиваться, ну, понимать в этом нужно. Ну, и самое главное, все-таки, самое главное, как это, это все равно контент какой-то. Да, интересный контент, это самое главное, ключевое. Это 90%, а потом это все остальное, это как уже развитие. Вот если вы уже имеете классный контент, объективно классный, не потому что вам так кажется, а реально классный, полезный контент, первое, это визуал, второе, это уже наполнение, там, ну, самое главное в Инстаграме это визуал, было, есть и будет всегда. Да, писать это здорово, но если у вас ужасный визуал, а вы пишете интересные посты, все равно у вас будет гораздо меньше шансов набрать аудиторию. И вот когда у вас есть уже такой визуал, тогда есть смысл покупать рекламу, тогда есть смысл там что-то таргетировать или участвовать в гиво. Только в таком случае. Но об этом можно говорить очень долго. Да, так все это уже неинтересно. Будет фото с лодочки, как поплавали. Фото есть, но оно мне так себе нравится, я потом посмотрю, что с ним можно сделать. Потому что обработать, цвета вытемлить. Потому что Ваня меня не совсем так сфоткал, как я это хотела. Как вообще происходило это все? Таня мне давно еще показала одну фотку, и я себе ее в голове рисовал именно так. Я ее сделал, потом она говорит, мне надо было другую. С какими знаками зодиака вам интересно и комфортно, а кого не любите? Это, конечно, так нельзя говорить, потому что индивидуал. Не надо делить вообще на вот эту всю историю. Она на самом деле не всегда работает. Как вот по книжке, так скажем, как вот в интернете пишут, типа, львам комфортно с овнами. Но у меня реально есть друзья овны, с которыми мне комфортно. Я не люблю и не схожу с теми зами. Ну, не комфортно, например, с львами. Ну, нормально же комфортно. Ну, да. Ну, нет, это бред. Это не надо ставить эти шаблоны, и надо общаться, и это все бред. Все зависит от человека. Сто процента. Потому что эти знаки зодиака, это типа можно про себя прочитать, там, знаете, там, потому что всегда что-то хорошее пишется о каждом знаке, ты такой якобы находишь себя. Ну, вообще, эти гороскопы, которые там, оля, предсказания на день, неделю, месяц, это вообще такое бред. Нет, это вообще не так, я не знаю, это понятно. Это, ты представь, 7 миллиардов людей, блин, прочитал один и тот же гороскоп. Ну, про себя. Ну, как такое возможно, ну, типа, блин, это не бред вообще. Сивый кобылый. Ну, это такая больше уже коммерческая история, все эти стали гороскопы. Мы один раз расходились в детстве, еще, можно сказать, в юности, когда я приехала учиться в Киев, мы, как так, у нас, там были определенные сложности в отношениях, но это было очень давно, и мы в тот момент встречались три года. У нас такой, да, был кризис трех лет. Да, 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 он реально существует, сто процентов, и мы как-то так вот на полгодика расстались, ну, мы не делали паузы в отношениях, это не было что-то, давай мы там разойдемся и сойдемся. Мы просто расстались и думали, что на этом-то, собственно говоря, и все. Но потом судьба нас свела обратно. Угу. Читаем, Ваня, я вопрос, я не вижу. Придавали ли вы друг друга, ну, это какой-то вопрос не совсем уместный. Ну, я думаю, что... Тань, ты каждый день волосы моешь в повседневной жизни? В повседневной жизни мою раз в два дня. А здесь мою каждый день, потому что мы купаемся, ну, сами понимаете, это нереально не мыть волосы. Что тут еще? Очень душно, сейчас я просто умру. Влог будет, влог будет. Любим ли мы собак? Любим. Очень любим. Мы даже хотели завести, но просто так, как мы часто очень уезжаем и есть разные моменты, потому что собака это ответственность. Это по-любому ответственность. Животное, нельзя взять его сегодня, поиграться, завтра выкинуть. Соответственно, ну, как минимум должен жить с тобой там всю жизнь. А собака живет там в среднем, там, да, 10 лет. И, ну, ты должен давать отчет, что она с тобой будет 10 лет. И за ней надо ухаживать, туда-сюда, с нашим ритмом жизни. Это не совсем удобно будет для нас и для животного. И чтобы его не мучить, то мы его не заводим, скажем так. Ну, вообще, мы бы его очень хотели. Ну, в смысле, если вам нужно присмотреть там за миленьким шпицом, то вы можете писать и избирать. Да, кстати, если кто-то дал, так на пару деньков поиграться, за кем-то посмотреть пока. Так у меня есть вот у Дианы. Да? Да. Она говорила, можете играть. Можно попробовать экспириенс такой? Ответьте, пожалуйста, Тань, ты колола губы? Я уже отвечала вчера вопрос-ответ, что я себе исправилась между верхней губой. И сколола уже все. И да, я вот буквально месяц назад себе уколола препарат в губы. Препарат? Препарат. Аналин с аспирином загналась. Аккуратно, сори, сори. И это, и, в принципе, можете пролистать мои... Ну, не знаю, это наглядно было видно в одной истории. Короче, я потом как-то вам покажу до-последствия. Не одна разница. Хорошо. Такой вопрос. Колы детей. У нас всегда был вопрос, когда свадьба. Вот это реально вопрос был вот всегда просто. Когда свадьба? Свадьба уже скоро. Ну, когда вы уже поженитесь? А мы только как поженились, мы сразу вопрос второй. Колы дети. Ну, котик, это классика. Это классика. У меня вот вчера был вопрос-ответ, и у меня вот так вот. Два нормальных вопроса колы дети. Два нормальных вопроса, когда дети. Два нормальных вопроса, почему нет детей. А там, а у Пети... Как будто мы уже такие старые, как будто вообще... А самое главное, у меня, знаешь, что... А вот все уже в вашем окружении родили, и перечисления. Тот, тот, тот. Ну, это классно, ну, типа, блин. Ну, Таня давала уже ответ. Вопрос-ответ на этот вопрос. Так что не будем останавливаться на него. Всему свое время просто. Мы любим детей, и мы очень хотим детей, на самом деле. Типа, мы даже не то, что, знаете, мы такие... Там многие, может, думают, что мы какие-то, знаете, child-free, там, только не детей нам, не вообще забудьте. Нет, это абсолютно не так. Мы абсолютно адекватные ребята, мы нормальные. Мы хотим детей, мы хотим большую семью. Насчет большой тут поправочка дать. А, Ваня, кстати, да, ты хочешь одного ребенка? Ну, мне кажется, надо начать с одного и понять уже. Просто я боюсь не додать чего-то, там, двоим, троим, десятерым. Десятерым? Например. Мать-героиня такая. Многодетный, например. Да-да, дома всех родила. Не, ну, как бы это тяжело очень. Мне кажется, просто, когда много детей, это очень тяжело. Реально. Ну, хотя, я не знаю, может быть, когда у тебя там уже один, второй есть, и ты, типа, не видишь этих сложностей. Они как-то открываются. Почему, например, семья Оксана Самойлова и Желана? Вот у них же четверо уже детей. Ну, при чем здесь Оксана Самойлова с Желаном? Ну, что, я сравню с тем. Ну, при чем здесь, ну, ты представь, ну, не сравнивай, ну, первых, их жизнь, да, и обычную жизнь людей, да, ну, это как бы две разных вещи. Плюс ко всему же, ну, блин, ну, разного есть же свои. Вот им классно, может, ну, блядь, Таня, на счету вопроса. Я просто била. Она говорит. Ну, короче, если что, равняемся все над женой. Ну, они очень классные семья. Ну, я же не спорю, что они плохие. Я говорю, что они плохие, наоборот, они, типа, такие, уже как иконы почистали. Да, они очень классные. Вот, но, блин, не каждому же так удается быть Желаном и Самойловым. Мы дуже мыли. Спасибо большое. Кстати, еще спрашивали, там, вопросик в видео, как я отношусь, типа, к подколотым губам и так дальше. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, я... Нет. Все, тело забил, да, там, одно, второе, десятое. А тут же так же с пластическими операциями или, там, с силиконом. Я, ну, уже такое прям несуразное выглядит. Ну, конечно, кому это нравится и кому-то не нравится. Я думаю, что есть такие, кому нравятся парни. Ну, есть, может быть, есть, конечно, так и, может быть, разные, там, с бочин, так сказать. На самом деле, Ваня вообще против этого всего. Он такой меня тихо. Носили брекеты? Не, не носили. Не я, не Ваня. Ваня, какие у Тани к себе там глаза? А, ну, давай, пока я... Карри, что ты меня спрашиваешь? Я с Таней встречаю... У меня Таней 10 лет уже вместе. Вы думаете, я не знаю, какие у меня глаза? Это, знаешь, если бы мы еще встречались там месяц какой-то, там, два... Такой вопрос с подвохом, да, такой, опа... Это вообще Ваня очень внимательно. И он все знает, он даже помнит, в чем я была одета при первой нашей встрече. Поэтому тут уже, вы тут его вообще не споймаете. Вы, кстати, не знаете, как разблокировать Инстаграм. Я могу ставить лайки и подписаться. Просто подождать, да. Это у вас какая-то активность. Просто подождать, там, бан ставит, там... Три дня, неделя. Да, иногда там разные. Бывает, что пару часов, бывает, что день, бывает, что неделю. То есть не волнуйтесь, не надо сразу создавать новую страницу. Виниру или просто отбеливание? Нет, мы... И не то, и не то лучше, на самом деле. Вот про виниру и отбеливание, мне кажется... Ты сам мне вчера лежал, говорю, хочу виниру. Ну, оно красиво, конечно. Не, я так не... Ну, это я так говорю. Ну, факт... Ну, мне кажется, лучше все равно чуть-чуть потерпеть. Ну, Ваня, иногда виниру очень украшают человека. Не, ну, я не спорю. Особенно тогда косметический дефект есть. Если есть прям какие-то дефекты, то почему бы нет? Если у вас нормально... Мы можем несколько дней поссориться. Бывает, у нас сглазит, и мы так ссоримся. Мы бывает, мы часто ходим в сельпоновую, вы, может, знаете, об этом. Ваня такой, он очень такой, у меня нежный, на самом деле. И он такой, может, там подойти, меня что-то там тискать. Но это абсолютно не на камеру, не просто... На камеру. Я знаю, что там много людей, я хожу и тискать. И мы смотрим там, типа... Ну, а люди так смотрят на это вокруг. Я говорю, Ваня, мы уже даже пришли... Это все... И причинно-следственная связь. Это произошло из-за того, что потому что то-то-то-то-то. Хотя по факту это, ну... Блин, ну все мы люди, у всех мы характеры. Какие-то из них плохие, хорошие, гормональные фоны. Миллион просто... Гормональные фоны. Да, вот это самый основной фактор. И тут, как бы, очень много вещей, что влияют на твое настроение, нервы и так дальше. Ну да, я уже встречала там раньше, что главное, что для вас значит эта ссора. То есть, как это понимать. Ну вот если вы поссорились, а потом помирились, и вы у вас... Ну, вы по-прежнему любите друг друга, вы не держите обиду, и у вас все хорошо. Значит, это была пустяковая ссора. Вообще отпустите и... Ну, чтобы у нас... Знаете, можно же поссориться там из-за какой-то фигни, а можно же ссориться потом, что у вас какие-то проблемы есть там, знаешь. Да, да, да. И это уже две разных вещи. Вот. Это я и не могу. Как вы начали свой бизнес, какой первый шаг был? Первый шаг был решиться. Решиться, поверить в себя. Преодолеть какой-то страх. Да, дальше уже как-то просто, как работа над ошибками. Постоянно совершались какие-то ошибки и, соответственно, работа над ними. Ну, вот как везде, нет секретов. Все говорят одно и то же, как бы, и все говорят правду, в чем прикол. Просто берите и делайте. Какого-то общей, знаете, формулы там типа делать то, а потом это, а потом вот там это. Ну, такого нет. Передайте нам привет с Оливи. Яночка, Оливия, вам приветик. Давайте там. Мы вас верим. Что все было хорошо. Привезем вам частичку Мальдива, песочка. Что вам не нравится друг в друге? А, мне не нравится то, что Таня меня игнорирует. Это я вообще просто говорю постоянно и не буду тебе говорить это, пока ты не перестанешь этого делать. Мне нравится то, что Ваня такой, знаете, его бывает очень много и он очень вспыльчивый. Ну, да, когда мне, например, пятый раз я спрашиваю банальную вещь, что я спрашивал сегодня? А, Таня смотрела что-то на ютубе, я спросил, что ты смотришь? Раз спросил, молчок. Второй раз спросил, молчит. Третий раз спросил, молчит. Я говорю, ну неужели нельзя ответить? А потому что я хотел, хотя, потому что я понимал, что она примерно смотрит и хотел, чтобы я тоже это посмотрел и мы построили его вместе, она развернулась, просто мы построили это вместе. Она просто игнорирует. Так, а можно я просто сфиншинирую и ты пока не будешь вмешивать? Нет, Таня, ты сейчас херню сделаешь, я тебе отвечаю, это неправда. Значит, смотрите, я такая только включила видео, пытаясь там перемотать, чтобы увидеть именно тот кусочек, который я ищу. И, Ваня, что ты смотришь? Что ты смотришь? Что ты смотришь? Да, я вот так задаю, что-то идиот. Я еще на первой не успела, а я, знаете, как бывает такое, что ты сосредоточен и ты... Сделать можно умовывая, что ты просто туго-думка, не понимаете? Да, я реально туго-думка, скорее всего, потому что я не могу слушать что-то одно и параллельно отвечать человеку. Я вот, у меня как в голове установки какие-то? Спасибо. Продолжение следует... 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 И надо иметь к этому какой-то талант, умение и так далее. Короче, мне кажется, у меня нет просто таланта, но какую-то, типа, такую тупицу я бы, наверное, могла сыграть. Ну, посчитать, наверное, не тяжело. Ну что, тупицу какую-то. Ну, такую, знаете, типа там Аля Меган Фокс, ее роли. Может, ты сказала всем, что Меган Фокс тупица, да? Нет, я не сказала, это роль. Нет, нет, нет. Это ее роль, это то же самое, что я на себя сказала. Я же не считаю себя тупицей. Релакс. Такую обычную девчонку я бы могла сыграть. Типа, знаете, актрисы одной роли говорят. А так, чтобы я там страдалицу играла, еще что-то, я бы вряд ли смогла. Я слишком позитивная для этого. Часто ли со мной знакомятся парни? Бывает знакомятся. Особенно, когда я на парковке оставляю номер свой, и кто-то видит, где-то там сечет, что это я вышла, оставила свой номер, потому что там припарковала. И тут давай, этот пикапер года. И на меня звонят, и там приглашают на кофе, представьте. На кофе. Как мне Fiat 500? Просто очень нравится мне Fiat 500. Вообще, считаю, что это идеальная машина для первой машины. Она такая красивая. Я даже сейчас вижу... Да и не для первой тоже нормально. Да и не для первой, для любой нормально, потому что я очень любила его. И если я сейчас еду и вижу где-то Fiat 500 вот этого нежно-голубого цвета, с белым салоном, мне, короче, прям хочется сфоткаться рядом с ним. Поэтому подвеска у меня Тиффани. Что-то меня тут такое спросили. А, мне спросили про подписчиков. Как я отношусь к тому, что блогеры сейчас имеют моду обсирать подписчиков, которые, типа, не согласны, ну, типа, если там подписчик написал свое мнение, и блогеру оно неприятно. Ну, смотрите, как я к этому отношусь. Вот представьте, проецируйте ситуацию на себя. Вот давай я скажу свое мнение, и ты дальше добавишь от себя, потому что мне кажется, что у Вани оно отличается. Вот представьте, что это ваша страница. И к вам вот пришел человек и вот написал, что там, ну, слушай, там, у тебя там, не знаю, ноги короткие, или там у тебя жопа слишком жирная, или вообще ты там, типа, прыщавая, да, там у тебя нос ужасный. Блин, ну, это неприятно будет любому человеку. И просто тут уже зависит от самообладания человека. Вот есть люди, которые там, знаете, там удалят или просто будут игнорировать. Но это не значит, чтобы их не задели. Это любого человека, ну, в той или иной степени задели. Просто кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому это неприятно. И если человек даже, вот бывает, знаете, люди там, пишут, там, не знаю, пошла нахрен, там, еще что-то там, посылают и кидают блог, это их право. Я считаю, что любой блогер имеет право заблокировать человека, если ему неприятно его общение. Это нормально. Вот, потому что, ну, все мы разные. Кто-то более эмоционально реагирует, кто-то там как-то игнорирует. И вы точно так же бы делали. Всегда нужно ставить себя на место другого человека. Вот. Ваня, что ты думаешь по этому делу? Ну, я согласен, то, что, на самом деле, когда вас не спрашивают, я просто живу, как, по какому принципу живу я. Если меня, мое мнение, не спрашивают, я его не высказываю. А тем более, не пишу, там, какой-то комментарий кому-то, там, особенно негативный, да. Ладно, ну, позитивный, типа, это написать классно и приятно, да. Другому человеку сделать. А негатив, сеять, это всегда не есть хорошо. С другой стороны, если вы говорите конструктивный негатив, да, то тут стоит, на самом деле, задуматься и прислушаться, и почему бы и нет. Когда реально объективно что-то вот у человека не получается, а он, например, там, вот у Тани нет голоса, к примеру, и она начала петь, и вы там написали, типа, ну, блин, это не твое, типа, да, то тоже тут, как бы, почему бы и нет, ну, может быть, реально людям со стороны виднее. Но, например, сеять такой, знаешь, жизнь у другого человека и постоянно лить этот негатив, ну, я считаю, что это неправильно, ну, не то, что это неправильно, оно съедает тебя же изнутри. Смысл этого всего. Но реагировать так, как блогеры там начинают там сразу публично высказываться, там, выставлять это все, реагировать резко на это, это не стоит. Почему? Потому что, если ты публичный человек, ты выбрал эту, так сказать, дорогу, и нельзя нравиться всем, ты не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравится, как бы, это нормально, что кому-то ты нравишься, кому-то ты не нравишься, и на это надо реагировать очень ровно, спокойно и без эмоций, как по мне. Ну, я не за обсирать, это да, а за ответы на вопрос, когда спрашивают мнение. Не, ну, это ненормально, конечно, если там вы спросили адекватно мнение человека, там, на котором вы подписаны, за которым вы сидите, а он там вам нахамил, ну, это, конечно, ненормально, ну, это уже, я не знаю, может, настроения не было. На самом деле, ну, вот, общение там с каким-то блогером или еще с чем-то в интернете, так скажем, это же то же самое, что общение вот с человеком. Вот как вы считаете, вот если ты на улице подошел, да, вот человек высказал, там, ты ублюдок, да, ну, как он будет реагировать, да, ну, неуместно, неприятно и так дальше, да. И девушка вроде как спросила, типа, за обычные вопросы, когда там хамят, ну, это все мы людик. Да, может, у него день сегодня не задался, например, то, что такое может быть. Ну, вот. Вы по Бартуру поехали на Мальдивы? Нет, ребят, мы не поехали по Бартуру на Мальдивы, здесь, мне кажется, вообще нереально поехать по Бартуру на Мальдивы. Вот, поехали. Ну, реально, наверное. Ну, ну, на что, на три дня и сделать... Ну, да, как бы если ты... Ну, это... Спасибо, Таня. Да, давай, затопи меня, вкали мне в глаз этот нож. На, сука! Вот. Просто да, там разные есть условия. Конечно, когда вы блогер, нужно этим пользоваться, привилегиями этими, и там, возможно, вам сделают небольшую скидочку, возможно, вам чуть-чуть повысит категорию номера, или там дадут, типа, как в нашем случае, там, пару экскурсий бесплатно, там, такое что-то там, а нам разрешили пользоваться всякими этими, как это называется, водными спортами. Ну, которые мы каждый день пользуемся. Ну, есть небольшие привилегии, но не по Бартуру. По Бартуру, я не знаю, это надо быть, наверное, либо очень каким-то крутым тревел-блогером, или какой-то суперзнаменитостью, наверное. Нет, или просто надо выполнять более такие серьезные условия, которые там, тебе надо там сделать то-то-то-то-то, там, определенное количество дней, там, туда-сюда, подстроиться, как бы, под условия. Если ты, как бы, просто приезжаешь, как отдыхающий, ну, типа, неважно, короче, да. Ну, да, тут есть свои нюансы. Таня, ты любишь танцевать? Мы танцы, это, как, знаешь, ночи, день. Нет, я люблю там подурачиться, как-то так, но так, чтобы я сильно танцевала, это не так. Нет, знаешь, люди любят потанцевать, вот они идут в клуб целенаправленно, чтобы потанцевать. Нет, ну, я ничего люблю там потанцевать, но я там, не знаю, делаю это, может, не сильно классно. Ну, так, что-то подпрыгать. Ну, тебе нравится, да, танцевать? Да, я люблю танцевать. Да, мне нравится, значит, танцевать. Я спотяно прыгаю дома, бегаю. Как дебил. Насколько в процентном соотношении вы довольны своей жизнью? Мне кажется, надо быть довольным всегда на все 100% своей жизнью. Что бы ни случалось, да, в жизни, надо быть благодарным за все, что ты есть. Ты не согласен, когда ты живешь объективно в каком-то дерьме, и ты понимаешь сам, что ты там... Нет, не всегда. Ты же сама мне какие вчера говорила слова, что все познается в сравнении. Дерьмо для... Блядь, сравнение для кого? Сравнение, например, для кого-то, есть еще кто-то ниже всегда. Есть всегда будет кто-то выше над тобой. Ну, в смысле, я имела в виду более глобальные вещи, что вот в соотношении с кем-то ты всегда более счастлив, потому что есть люди, у которых нет на хлеб, да, грубо говоря, есть люди, у которых там воды нет пресной, чтобы пить, а у тебя это есть, и ты уже за это должен быть благодарен. Если ты здоровый, ты более молодой. Это более глобальные вещи. Но в целом, если ты, допустим, там, не знаю, там, наркоман, и ты понимаешь, что ты полностью прозябаешь свою жизнь, то тут, конечно, надо что-то делать. И не надо, типа, о, я благодарен Богу за долг. Не, ну, никто же не говорит, ну, про... Ну, что ты говоришь, Таня? Не, ну, да, я понимаю. Ты уже такую начала, уже какие-то очень прям... Это я уже перес начала нести, но суть в том, что... Да, наркомана. А это специально, чтобы мне доказать, поспорить со мной. Это же специально было, например, приведен. Неправда. Неправда, я просто хотела поуметить. Ну, да, как бы... А вообще суть в том, что да, мне кажется, что мы довольны своей жизнью. Ну, я довольна точно. Так, как мне... Кстати, там был вопрос с такими большими... Как сохранить здоровье, отношения, после... Какие качества должны быть обязательно для этого. Ну, блин, ну, как не так. Самое главное... Смотрите, взаимность должна быть. Взаимное уважение, взаимная любовь, взаимная... Взаимная работа. Когда у кого-то одного пропадает вот это желание, что бы вы ни делали, на какие бы вы там психологов ни ходили, если один человек разлюбил, или он предал вас, или он там нашел другую, или нашла другого, здесь тяжело будет. Самое главное уважение. Вот, мне кажется, в отношениях уважение... Взаимное, правильно? Вот, да, как бы уважение. Надо кайфовать от того, что ты даешь. Не то, что там только... Ну, вот, в отношениях, в любви должно быть, что ты отдаешь и наслаждаешься тем, что ты отдаешь. Соответственно, должно быть желание. А если у кого-то одного его нет, кто-то отдает, а кто-то такой сидит там, да. И только давай, говорит, побольше мне, то это, типа, не работает, да. Все должно быть обоюдно, и уважение, прежде всего. Поэтому, да, поэтому, когда вот, чтобы вот так вот, ну, длительное отношение построить, нужно вот все-таки найти эту взаимность. И очень часто бывает так, что девчонки там, вот, я смотрю там по некоторым, даже своим знакомым, они, вот, знаете, западают, им нравятся парни, какие-то такие, типа, плохие парни, а те, которые там хорошие, укаживают, действительно добрые, они как-то не цепляют. Я понимаю, насколько они большую глупость совершают, потому что, ну, тебе с этим человеком жить, а вообще у девочки, мне кажется, симпатия к парню, она, ей надо, ну, гораздо больше времени, чем парню, чтобы любиться в девушку. Вот, поэтому, тут присматривайтесь, в общем, девочкой к хорошим парням, которые обходительны, вежливые джентльмены, которые вот там, не скажут вам, плати сама там за свой попкорн в кинотеатре, там, ну, если там, объективно он может себе это позволить. Ну, в общем, обращайте внимание на хороших ребят, вот это забудьте. Самое главное, как парень еще воспитан, понимаешь, очень важно, вот это, мне кажется, обычное, такое базовое воспитание, человеческое, которое оно должно, оно должно быть присутствовать. Кстати, там еще был вопрос такой в тему, как вы относитесь к тому, что сейчас блогеры, многие афишируют, что ходят к психологу, это как раз подходит, одно из второго бывает. Классно отношусь, я вообще отношусь ко всему, что с, ну, вот если человек ходит к психологу, он об этом открыто говорит, это круто, я вообще считаю, что... И нужно, мне кажется, ходить даже, если у тебя есть проблемы, это сто процентов. Нет, ну, в том, что это никто не сомневается, в том, что они это афишируют, это классно, потому что люди, некоторые думают, что блогеры, это люди, у которых все всегда идеально, у них там, не знаю, прекрасное утро, всегда поют бабочки в животе, и они... Тем более, кто-то думал, что знаешь, к психологу надо ходить только к психбольному какому-то, это же тоже неправда. Тем более, например, на том же Западе, так как мы все стремимся туда, в той же Америке, там вообще это, это типа, как терапевту сходить, все к психологу ходят. Это вообще очень даже... Я бы сама сходила к психологу, постоянно об этом задумывалась, но и все. Таня больше любит рассуждать, чем Ваня. Нет, на самом деле, я тоже очень люблю рассуждать, просто Таня, это Таня на эфир, и у нее больше словков. В смысле? Надо, знаете, заготовки такие. Таня, есть ли у тебя проблемы с желудком? Да, есть небольшие, межлимы с желудком, но они сильные, я сделала себе эту эндоскопию, вот, глотала этот зонт, мне сказали, что у меня просто такой небольшой гастритик, типа, у Таня просто из такой вот проблемы, у нее сразу вот такая. Ну, у меня, да, обостренное какое-то такое, знаете, отношение к собственному здоровью. То есть, я, типа, реально не могу забить, там, если мне дискомфортно в животе, я не могу там, а Ваня вот такой вот, у него могут быть проблемы, ну, там, намного серьезнее. Да, а он даже не обратит на это внимание, но я так не могу. И, в принципе, я считаю, что это правильно. Ну, это, когда реально есть проблемы, конечно, надо просто оценивать адекватный уровень этой проблемы. Если она завтра сама по себе пройдет, например, у тебя... У тебя все по себе. А если, то да. А если нет, то ты пьешь Тайгерон. То есть, у Вани вот такая форма, если оно, допустим, не прошло, да, то можно выпить антибиотик. А если, я не знаю, как его переступить питать, но мы наши ребята... Ну, если что, есть просто Тайгерон. Это нет. Вот надо так делать, как я. Если вам болит живот, и он вас беспокоит какое-то определенное время, вы вроде диету соблюдаете, а оно не проходит, значит, надо пойти обследоваться. Ой, сейчас покончится эфир. Да, полторы минутки. Все, ребятушки, спасибо вам большое за то, что были с нами этот час. А сейчас мы пойдем купаться. Да, чуть жарковато потом уже. Жарковато, и уже солнышко, оно чуть начало садиться. Что неприятно вам в людях, лицемерие неприятно, какая-то такая агрессивность, может быть. Да, все же, все то же, что и вам. Таня, почему ты такая худышка? Это как-то так звучало. Просто я, так у меня просто повезло, мне с животом. У меня нет живота особо. А так я в жопке, это и не худышка особо. Это такой тип фигуры, честно говоря. Я ничего для этого особо такого не делаю. Но Ваня говорит, что я мало ем. Относительно там других, например. Да, она мало ест. Вот я же говорил, соотношение калорийности. Она, она, например, мы приходим на завтрак, все люди вот нормально едят на завтрак. Таня съедает, звульки нос, так сказать. Много беру, мало съедает. Да, и соответственно, потом она вроде, я голодный, я голодный, я сейчас съем все, берет много, съедает мало. Заказываю пиццу, ем два кусочка. Да, так что, сколько еще съел? Ну, все, ребятушки, спасибо вам большое, что были с нами, за эфир. Хорошего вам там дня. Воскресенье, сегодня прекрасный день. Мы любим с вами воскресенье. Это самый любимый день мое воскресенье. Я тоже соскучилась уже по Киеву, и что вот мы завтраки любим делать, да, воскресенье разные. Я уже драни, как будто, съела. Ну, да. Мы такие, как будто уже забыли, да, про камеру, начали между собой общаться. Борщица сейчас, да? Да, с чесночком. Все, всем хорошего дня. Спасибо.